Рассказик прочитаю. Я избранный. Из миллиона космонавтов я был избрана лететь на Землю. Меня долго готовили к этому полёту. Затем я долгое время летел. Это было непросто. Тесная кабина космолёта, жара, духота, постоянная невесомость. Не хватало кислорода, еды и жидкости. Особенно в конце пути. Сегодня приземление. Я волнуюсь. Уже подлетаю. Как отнесутся ко мне жители этой планеты? Что будет с моим космическим сутком? Смогу ли я вернуться назад, домой? Многие космонавты не достигают Земли и гибнут из-за столкновения с астероидами, разгерметизации неудачного столкновения с твердью. Я уже порядком устал. Хочется сменить обстановку. Стало не хватать кислорода. Скорей бы уже долететь. В будущем моя задача постепенно войти в отношения с землянами и научить их законам гармонии через музыку. Всё. Я пошёл. Прекрасное раскрытие. Давай, давай. Голова уже появилась. Роженица, тушьтесь. Я уже не могу. Сделайте что-нибудь. Мы уже ничего не можем сделать. Ну ещё, ещё. Тушься, милая. Раздался шлепок и детский праздительный крик. А-а-а. Это было нелегко пройти толщу атмосферы. Рядом лежит мой космический корабль. В соседней комнате приземлился космический корабль с Венеры. Я знаю, через 18 лет я встречусь с космонавтом оттуда. Как я его знаю? Узнаю. Всё записано в той программе, которую я привёз с собой. Главное, не забыть за это мгновение. Но на Земле всё возможно.